Это история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Я решительно отвергаю все рассуждения о том, что профессиональная журналистика умерла. Все грустные разговоры наших коллег о том, что социальные сети, интернет, блогеры вытеснили профессиональную журналистику. Я с этим совершенно не согласен. Я вообще не вижу никакого противоречия между существованием традиционных средств массовой информации и новых средств связи, которые называют социальными сетями, различные каналы в YouTube, в Facebook, в Telegram и так далее. Это все то, что принес нам интернет. Я не вижу никакого противоречия. Речь идет о содержании, а это всего лишь формы доставки этого содержания до читателей, слушателей и зрителей. Нас ведь не удивляет. Когда я был молодой и заходил в магазин, чтобы кормить семью, я спрашивал продавца, сыр есть или нет. Потому что сыр был один, даже никто не интересовался, как он называется. А сейчас ты заходишь в магазин, там десятки сортов сыра, которые ты никогда не пробовал и, наверное, не попробуешь. Но есть люди, которым он нравится. Точно так же интернет создает просто множество вариантов, создает невероятный выбор, выбор на все вкусы. Вопрос о том, сохраняется ли профессиональная журналистика, зависит, во-первых, от наличия профессиональных журналистов, во-вторых, от спроса. С моей точки зрения, профессиональная журналистика никуда исчезнуть не может, потому что общество не сможет двигаться вперед, если оно не получит тот материал, который может произвести только профессиональная журналистика. Конечно, не дай бог, упал самолет, кто-то проходил мимо, снял на телефон, сразу же повесил в Фейсбуке. Но дальше начинается главное выяснение вопроса о том, почему он упал. Виноваты пилоты, их плохо учили. Виновата авиакомпания, которая эксплуатирует пилота. Виновата фирма, которая строит самолет или которая их эксплуатирует. Всем этим может заниматься только профессиональный журналист-расследователь, который потратит многие недели на выяснение того, как именно это произошло, и потом расскажет всем нам, чтобы мы знали, самолетами какой авиакомпании можно летать, от какого полета воздерживаться. Без этого общество существовать не может. Я еще потому так уверенно говорю о том, что профессиональная журналистика существует, потому что нашему видеоканалу, который вы смотрите, «История Леонида Млечина» исполняется ровно год. Ровно год назад, 8 ноября 2017 года, вышел первый сюжет на нашем канале. К моему величайшему удивлению, весь год мы продолжаем работать, и теперь уже я страшно благодарен всем 35 тысячам наших постоянных подписчиков, которые смотрят то, что мы делаем. Самое для меня радостное, что каждый день кто-то присоединяется к нашему сообществу любителей истории. Я внимательно читаю все обращения, все письма, все просьбы, советы, все замечания, все резкие замечания, которые вы пишете. И это, во-первых, помогает мне правильно выбирать темы, во-вторых, правильно понимать, что вас интересует, а в-третьих, это самое главное, убеждает меня в том, что существует много людей, которые дрожат историей, которые хотят видеть серьезную журналистику, и это внушает мне оптимизм. Что вызывает доверие в журналистике? Ну, первый ответ – то, что тебе близко по духу, даже по стилистике, условно говоря, тот любит эхо Москвы и не будет читать газету завтра. Но это лишь одна сторона дела. Почему так много людей вечером приникает к программам новостей наших больших каналов? По той же причине, по которой в годы моей юности, все годы существования советской власти смотрели программу «Время». Не для того, чтобы узнать, что происходит, а для того, чтобы узнать, как к этому относиться. Потому что очень многие хотят, в первую очередь, знать, какова позиция начальства, как правильно оценивать ту или иную новость. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит в том, что, конечно, присутствует некий, как говорили в годы моей юности, волонтаризм журналистский. Невозможно рассказать о всех событиях, невозможно осветить все новости. Редактор, редакция новостей, служба новостей, называйте как угодно, выбирает. Про это расскажем, про это не расскажем. Руководствуется при этом, конечно, своими профессиональными представлениями о том, что нужно делать, о чем нужно рассказать, а о чем можно умолчать. У нас в стране как-то по определению всегда любят власть. И всегда, не то чтобы врут, нет-нет, рассказывают о том, что происходит, но в основном о том, что красит местное начальство или большое начальство, в зависимости от того, в каком средстве массовой информации коллеги работают. Но, к сожалению, еще не вся жизнь. Недостаточно просто рассказать о новостях. Принципиально важно помочь зрителю, читателю, слушателю сформировать правильное представление о том, что происходит. Одной только новости недостаточно. Ну, можно сказать, что смотрите, банки увеличивают ставки по депозитам, кладите деньги на депозит. Но при этом профессиональный журналист должен рассказать, а почему банки повысили ставки? Потому что инфляция, потому что рост цен, потому что рубль нестабилен и может упасть. Кому-то разумно положить деньги на депозит и получить проценты. Кому-то лучше вложить деньги во что-то. Кому-то просто подержать их дом. Профессиональный журналист обязан понимать, что происходит и помогать зрителю, читателю, слушателю ориентироваться в том, что происходит. Когда речь идет об истории, то это не только познание истории как таковой, хотя само по себе это безумно интересно. История, как это ни странно, помогает нам разбираться в делах сегодняшних и много раз в этом убеждались. Не то, что там какие-то готовые рецепты, мы часто об этом с вами говорили, но есть схожая ситуация. И если в такой же ситуации сколько-то лет назад поступили неправильно, нет смысла повторять. Но для этого нужно знать, когда сейчас возникает вопрос о ракетах средней дальности. И опять европейцам говорят, ну смотрите, теперь если американцы разместят у вас свои ракеты, придется и нам на вас перенацелиться, и вы окажетесь под ударом. То я вспоминаю, что то же самое я слышал в годы своей профессиональной юности 40 лет назад. И тогда тоже звучали такие обращения к европейцам, что не помешало им поставить американские ракеты на своей территории. Познание истории иногда помогает нам разбираться лучше в делах сегодняшних и не повторять ошибок прежнего времени. В такой день, ну когда юбилей, естественно, нашего канала, следовало бы рассказать о планах, но я глагол делать предпочитаю только в совершенной форме. Я никогда не говорю, я сделаю, а всегда только я сделал. Но я должен вам пообещать, что в ближайшее время мы действительно намерены кое-что изменить в нашем канале, и думаю, что эти перемены будут к лучшему. И вам это будет интересно, наши ролики примут более телевизионную форму. Но чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube, подписывайтесь на него в Telegram, подписывайтесь на нашу группу в Facebook. Все контакты под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!